Честь, доблесть, отвага – эти слова не понаслышке знакомы настоящим героям. Подвиг каждого – личный вклад в историю государства российского. Герои были во все времена. Кто-то снискал славу при жизни, кто-то посмертно. 9 декабря, так же, как и несколько веков назад, носит праздничный характер. В этот день принято поздравлять героев. А в Московской области, и в частности в нашем Щелковском районе, таких героев немало. В словах представителей власти, которые приветствовали собравшиеся, звучали не только восхищение и признание героизма, но и пожелание, чтобы весь свой опыт они передавали молодежи, личным примером показывая – герои среди нас. И это не выдуманные персонажи кинофильмов, а реальные люди, реальные судьбы. Вы своими встречами, своим опытом, своими успехами и достижениями, которые были в вашей жизни, и заслуженными наградами воспитываете наше подрастающее поколение. Это самое главное. Это важно, что ваши судьбы являются примером для многих поколений. В том числе для молодого поколения, в том числе для нашего поколения, и в том числе для всех нас, для нашей страны. Крепкого здоровья, долгих-долгих еще лет в жизни, и много еще принести доброго, хорошего и полезного для нашей страны. Приехали в район и герои с близлежащих городов Московской области. В актовом зале администрации можно было увидеть героев Советского Союза, России, героев соцтруда, полных кавалеров орденов трудовой славы. Именно их судьба – наглядный пример для подрастающего поколения. Сегодня, я думаю, это очень важный момент, что начитая эта работа с героями России, я вот только что беседовал тоже с нашими представителями Центра подготовки космонавтов, они готовы к тому, чтобы сеять разумное, доброе, вечно, сохранять традиции, идти в молодежь. Среди присутствующих героев – инструктор-испытатель, авиационно-космической техники, парашютист-испытатель, герой России Виктор Рень. Для Виктора Алексеевича, по его признанию, это один из величайших праздников. И повод еще раз напомнить – герои должны и могут подавать пример. Как же мы будем говорить о патриотическом воспитании тех же молодых наших ребят, за нами идущих, если мы не будем показывать на своем, на нашем примере, каким должен быть молодой человек, чем он должен заниматься для того, чтобы наша Россия была самая могущественная, самая сильная из всех сильных стран мира. Возложение цветов к мемориалу «Павших в боях за Родину» как нельзя символичнее показывает – вот он, настоящий подвиг безбахвальства и демонстрации. Подвиг, о котором будут помнить поколения и передавать из уст в уста истории о героях былых времен и слушать о судьбах героев своего времени. А они нам сегодня жизненно необходимы. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».